всем привет дорогие друзья добро пожаловать на обзор варкапа 379 карта лик хуар 2 я не знаю как она правильно читается будет хуар хуярь значит карты вот эти серия хуар и вообще большинство ликовских карт они сделаны особенно старых они сделаны под vq3 поэтому удивляться что тут в м как-то бывает очень сложно и непонятно ничего страшного как бы понятно ты будешь удивляться но как бы надо это просто этим просто смириться в общем то на старте у нас обычные прыжочки здесь даже для слабеньких игроков поставили такую штучку чтобы не падать здесь у нас обычные прыжки подъем наверх из дублджампа можно сразу срезать отлично любимые лесенки вообще просто обожаемые лесенки я считаю что это лучшие лесенки еще лесенки здесь у нас просто серия таких столбиков по которым можно даблджампить и вот я не знаю даже в цпм типа он нормально ты плохо прыгал я думал в q3 тоже что ли здесь проблемы мы посмотрим демки естественно такая вот карта тебя ну ничего не на ней нет как бы два поворота тут понятно можно поговорить про спейсинге про роуты но собственно тут она если вы стрейфить и плюс-минус средняя то она тут как бы сама вырисовывается здесь понятно можно подрезать если допрыгнуть сделать так пару минус джампов вероятно можно попробовать залететь сразу на вот этот кубик талия любимые лесенки любимые столбики все это можно продавал джампить ну и финиш финис финиш соответственно можно скорее всего либо значит подобрать спейсинг прыгать на вот этот патт и перелетать второй либо прыгать на второй патт и долетать сразу до финиша тем более что здесь вот такая штука есть которую можно заскимить и за за даблджампить ну либо как-то петлять как-то пытаться сделать свой спейсинг на каждый патт но я не думаю что это вариант для высших слоев так сказать по скилу в общем то такая карта не задавайте еще раз пробегу а пока бегу возможно еще не все знают я сделаю небольшой анонс того что во первых я начал плюс-минус качественно долго много часто стримить ну качественно может быть нет но стримы возвращаются как вы видите обзоры скорее всего некоторые тоже возвращаются тем более мне там помогает на скалендер я как-то почувствовал некую поддержку да со второго пада определенно можно сразу долететь я почувствовал некоторую поддержку и тоже думаю надо тоже записать в общем на экстру я тоже запишу и основной анонс я создал свой сделал телеграм-канал если кто-то сидит в телеге и кому-то интересно следить за новостями какие-то видеть анонсы своевременно еще что-то подписывайтесь подписывайтесь в телегу ссылка будет в описании буду всем рад спама там никакого не будет если что если ну прямо спама какого-то там нету чисто новостной такой этот телеграм-канал так у меня тут уже готова давайте поехали вы к 3 демки 37 0 драконикс очень жаль очень жаль видимо прошел пост чтобы пройти чтобы получить рейтинга ох вот и лесенки данному к 3 эти столбики тут надо искать прямо спейсинг чтобы прыгать поверх них потому что тут нету даблджампов в уку-3 соответственно эта карта может превратиться в карту просто одной комнаты потому что ничего тут интерес интереснее ничего кроме этих столбиков по спейсингу тут нету на мой взгляд для уку-3 так ну комполом с бодрячком идет так лесенки лесенки классные лесенки особенно в уку-3 они видимо особенно классные так ну вот у комполомус почти справился со столбиками неплохо неплохо у страйф конечно слабенький слабенький страйф комполомуса так дэвком сру кто это флан кто это всем новичкам привет ну неплохо неплохо слушай пропрыгал даже фрейма джам был очень даже очень даже ничего очень даже хорошо так сидит джен вернулся кстати говоря с возвращением павел так лесенки отличные ой 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 как пропрыгал хорошо правда в конце вот здесь не очень получилось по спейсингу по скорости но нормально 36 вполне себе вполне себе так рэйвен 29 и 6 я уже думал упадет сейчас еле-еле как будто долетел хорошо хорошо здесь церкла начал звезда вот в кутре даже как-то вот она не слишком очевидно да для для новичков или для тех кто еще пока плохо видит спейсинги ищет спейсинги даже в кутре здесь не не очень-то и удобно ну карта такая мне кажется вот ее ее будет раздражительно играть кому-то типа скажем лоу игроку но должно быть интересно поиграть какому-нибудь типа топ игроку или там около миддл игроку потому что здесь в принципе много вариантов развития событий можно поискать запариться и спейсинги все хороший ран хэпи 29 и 3 молодец аренд может я конечно ошибаюсь но мне кажется если мы говорим про лоу игроков то здесь просто ад типа что-то не перри что-то перелетаешь где-то не долетаешь еще как прыгать непонятно когда манипулировать со спейсингом не очень хорошо умеешь что это конечно выливается в головную боль просто что карта днище и все но карта на самом деле может быть очень даже интересно неплохо так карант 28 7 радио кала но пока я не я просто я пытаюсь видеть что-то может подсказать ребяткам где-то может быть они не правы но вроде как прыгают хорошо тоже видите как бы не в полную силу здесь даже постройки то есть понятно что там если как-то по другому прыгать то будет минус жан от текущего а как прыгать по-другому конечно вот эти люди все не знают так прокс из швеции 286 ну тут видно контроля прокс по опытнее игрок контроля конечно у него побольше в плане момента знают здесь дырочку слева что можно просто прямо пропрыгать а ну и вот то есть если стрейфить посильнее то ты нормально залетаешь но посильнее это надо нормальный circle это надо дальше нормально прострейфить то есть как бы все но какие-то ограничения есть аурум 27 очень хорошо очень качественный гранд фрейм получился правда потом пришлось немножко походить пешком из-за чего потерял очень много на самом деле ну а уже все все пошли топчики ребятки 25 и 2 оп да можно сразу залететь соответственно это нам сэвид огромную кучу времени здесь просто надо стрейфить стрейфить хороший гранд фрейм и вот 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 не хватает да вот вроде надо за скимить вроде можно просто стрейфить дальше не хватает вот спейсинг вот он вот такой вот весь тут так ансельма полон полон да тоже на киле играет как будто мы второй раз смотрим демку тоже залетел сразу на кубик но я думал что там все следующие демки будут с этим залетом на кубик потому что это очень хорошо сохраняет время и как бы хороший гранд фрейм и как бы без этого залета уже будет медленно нормально нормально хорошо очень прыгаю так антон топ-3 поздравляем эффекта поздравляю давай антон тоже соответственно на кубик просто по прямой хороший гранд фрейм тут немножко тоже вот не хватало скорости чтобы получше завернуть но очень даже уже уже очень даже хорошо 24 8 бонг 100 фу из юсей очень быстро кстати забрался по кубикам хороший гранд фрейм но последний поворот он очень критичный очень критичный вот 47 виде еще пятихатку надо ребятам поселил по не 24 зелено на 24 2 кет первое место поздравляем кета с первым место поздравляем тофу со вторым соответственно смотрим как кет порешал некоторые проблемы здесь очень быстрые кубики здесь значит чё ага вот так вот даже нормально спейсинг значит видео нашел себе спейсинг чтобы залетать на начало платформы но и хороший здесь гранд фрейм и вот этот гранд фрейм вот эта прямая последняя она решает прямо она прямо очень сильно решает но очень классно очень классно так ну что пойдем в цпм андат снапер 44 3 не повезло не повезло но это как раз про контроль то есть контролировать вообще свои движения что у тебя как бы понимать что ты делаешь и зачем и что что ты будешь видеть после этого то есть тебе же нужно все равно представлять картину того что ты хочешь сделать как то есть как-то визуально выглядит это помогает наш контролировать движение вы контролировать скорости спейсинги и так далее ну тут вот видно недостаток опыта по большей части то есть просто не то что опыта больше недостаток практики арк ритм адам лазу играет из китов здесь уже почище мы видим о ее какой зачем ну вот так вот так вот вот так человек решил что вот так будет лучше но на самом деле мало того что ты отходишь назад и еще и стоишь как бы ну ничего нормально нормально а вейлс это чё киты через и по-моему да пишется главное не из китов адам релакс 27 и 8 почти 9 радио кала так на кубик видимо иногда получалось залетать на кубик я подозреваю и как бы сразу туда целишься и все в порядке не залетел так не залетел залетел хорошо этом смысле наверное хороший мув ну здесь тихонечко не торопясь как бы там такие опять же вот опять же вот этот спейсинг ты либо стрейфишь медленно и делаешь плюс прыжок либо стрейфишь среднее и делаешь минус прыжок а еще можно стрейфить сильно и сделать наверно минус 2 прыжка то не знаю посмотрим как драконикс там порешал но вот у них четкая разница даже топ-1 топ-2 четкая разница один прыжок то есть 07 кто кто если вдруг не в курсе прыжок длится 0,7 и в том числе всякие тайминги и прочее можно очень удобно делать и таймить прыжком то есть прыгать несколько раз там запоминать сколько прыжков и так далее 26 и 3 хулиган вот тоже притормозил как бы потому что на то чтобы подрезать эту комнату не хватает скорости тупо не хватает стрейфа стрейфа скилла так скажем здесь тоже особо не набирал то есть тут вся карта как бы ну так ну такое я не знаю в кутрии конечно ну в кутри тоже те же самые проблемы как выяснилось ладно хулиган хорошая девочка тарзан до 46 ну рейн мог бы посильнее конечно пройти тоже вот здесь пришлось много тормозить хотя можно было бы наверное порисковать прямо там и ой ну понятно тут все понятно можно буду порисковать и с такой скоростью попробовать залетать сразу на кубик почему нет все равно видите виляние притормаживания и вот это вот вот это вот планка она прям она раздражает так рэйвен очень быстрые кубики серединка хорошая сохранил скорость и долетел сразу сюда и перелетая второй паттный ой по красоте просто по красоте красавчик и шо это а мне показалось топ 10 фига так кузлех здравствуйте 22 и 7 почти здравствуйте кузлех спасибо большое кузлех за за полтиннички очень при нифига нифига так и это то это надо смотреть еще раз я считаю спасибо за поддержку кузлех в общем то вот берите пример с кузлеха полтинничек закидывает и уже приятно мелочи приятно я помню таким образом что люди хотят от меня что-то каких-то этих вот я записываю обзор вам правда карта говно но вы не понимаете это другое как пролетел просто жесть я не знаю у тебя всегда так получалось его я об этом даже не думал честно я думал там тихонечко и можно просто забраться и все в порядке не на кузлех прокачался конечно прокачался с последних так сказать времен когда мы видели его демки кузлех прокачался он уже в центре он обычно где-нибудь вот тут вот узле хайку с двух вот тут вот сият где-нибудь да или вот тут а тут уже в центре списка ну красиво же красиво молодец кузле хэппи 22 4 так некий при джамп который я не думаю что сильно нужен потому что скорость на втором прыжке все равно 565 так волстрей все отлично джамп здесь сразу срезаем все прыжки здесь перелетаем до перелетаем все отлично все прекрасно кипиш 21 так дракон или не дракон нет бонус верни верни тиранозавра кипиш то я буду снова наверное говорит что убери динозавра но ты тебе надо поставить динозавра обратно хорошо ой 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 хорошо как очень хорошо прямо вот вот по скоростному проходится казалось бы очень быстро но у нас тут антон на полторы больше чем полторы да нет но полторы секунды антон топ-4 занимает 27 так на кубик да на кубик и вот этот вот дабл джамп тоже вот как это решать типа такие вот моменты то есть как ты делаешь дабл джамп если ты целишься именно на быстрейшая про крида и вот он перелетает прямо классно классно то есть если ты целишься на быстрейшее время тебе надо эти вопросы решать если ты залетаешь сразу на кубик тебе потом не нужен дабл джамп либо тебе нужно как-то сделать дабл джамп на первом кубике при этом не потерять время либо не делать дабл джампа и делейт свой второй прыжок но там кубик настолько маленький что ты с него просто сосказнешь скорее всего на такой скорости короче очень интересная карта конечно так 20 0 человек из франции не знаю кто это может быть дельта вот опять дабл джамп да то есть не факт что это прямо быстрее но не факт что есть и другой вариант развития событий поэтому я просто рассуждаю чтобы вы если кто-то может быть не знает как себя вести в каких-то ситуациях вы должны задаваться вопросами но я вообще в основном в обзорах говорю про нижнюю часть списка до нашего в основном потому что топчики как бы и так все знают по идее но не забывайте задаваться вопросами и пытаться на них отвечать как сделать быстрее а как где время под сократить если где-то вы лишнего летаете лишнего ходите и так далее эти все вопросы нужно в голове у себя поднимать так прокс швеция 19 7 тоже дабл джамп то есть я не знаю наверное можно избежать этого дабл джампа но я не уверен очень хороший спейсинг сразу на 2 да и да хорош хорош а чё где тайм или нет тайма прокс там скинул еще демку не были ну ладно мы это сейчас посмотрим ну и драконик с первое место поздравляю драконик с хорош вот поиграл нюд тиндер со мной сразу он как за заебошил вот 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 давайте смотрим подожди давайте запоминаем чек вот этот такой 60 да и 73 давайте первые два запомним но здесь да здесь все потрясаю vr поставил давайте посмотрим насколько решает вот это дабл джамп вот этот типа лишний дабл джамп давайте посмотрим насколько решает 6040 да там было 7 и 3 а тут 7 и 9 то есть понятно что драконикс быстрее по умолчанию но сама вот эта разница даже то есть вот этот вот этот как бы вот этот дабл джамп вот он 700 тупо 700 как бы почти ну и в целом у драконикса побыстрее конечно видите как бы ты вроде исключил просто какую-то лишнюю деталь из своего рана и ты уже на 700 быстрее как ну условно да мы условно говорим то есть вот вот это надо все замечать и пытаться отсекать удалять просто из своего рана если это возможно имейте ввиду я хочу для вас только лучшего драконикс молодец ничего не могу сказать давайте кита еще раз посмотрим коль драконикса дважды тоже посмотрела посмотрели чтобы кету не было обидно хорош драконикс хорош я бы кузле ху дал приз за оригинальность потому что никто больше так не пролетел это не знаю понятно что это может быть не очень эффективно но это очень классно а мы даем приз оригинальность за оригинальные вещи за за вещи которые никто не делал давайте еще раз кузле ха посмотрим узле х просто потрясающе бум-бум-бум-бум хотя последний double jump вот тут например тоже не нужен как бы да ты опять лишнего находишься в воздухе лишнее время но само по себе как бы исполнение это его можно отточить но нужно понимать такие моменты очень классно очень круто ребята молодцы давайте перейдем в бровзер посмотрим наш табличку а еще надо поменять у кого это а ну во первых если кто-то еще смотрит просто скорее всего смотрят демки типа и все и вырубают но если кто-то смотрит я хочу найти кого-то кто может сделать меня стингер для стримов и для всего стингер это вот этот транзакшн с так сказать между сценами плавные такие переходы и второе еще раз напоминаю тем кто возможно проматывает старт или кто не смотрит сначала еще что-то я завел свой телеграм-канал я веду там такой мини-дневничок с анонсами стримов обзоров всего подряд каких-то новостей планов и так далее поэтому кому интересно кто и вообще сидит в телеграме подписывайтесь будет очень приятно модерация присутствует если будет срач какой-то мы обязательно это все порешаем так ну и в общем что мы видим 13 демок cpm 15 vq3 драконикс почему-то я не знаю зачем отправил vq3 демку хотя казалось бы типа ну зачем тебе vq3 демка драконикс он между прочим в цпм рейтинге 1 надо бы тоже по отправлять блин демок но я и мне лень играть без стрима а со стримом получается роуты все за полю какие-то и это запустит других игроков это не очень приятно в общем то вот так всем спасибо за просмотр удачи ну их спокойной ночи наверное